И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрий Розмездин. И мы будем продолжать играть в игру по названию Ice Cream Five Friends. Сегодня мы будем активировать новые тайные воспоминания мороженечка. Попробуем его активировать, разблокировать. Каким образом? Мы должны найти все 10 зефирок, которые у нас запрятаны на локациях. Так, что ж, мы можем начинать. Это все у нас предыстория. Мы можем ее промотать. Перед ночью ролика можете подписаться на канал, поставить лайкусики и написать топовый комментарий. Но мы начинаем. Так, ну что же, найди способ общаться с Джейм и воссоединиться со своими друзьями. Это все, конечно, хорошо. Чечна, это все, конечно, хорошо. Но мы сегодня должны найти все зефирочки, которые у нас запрятаны. И одна из них запрятана где-то здесь. То ли наверху, то ли где. Я так и не понял, но мы сейчас ее будем искать, выискивать. Так, ать, ать, ать. Здесь нету. Здесь нету ничегошеньки. Батарейка нам нужна. По любое, чтобы активировать новую локацию. Там будет за дверью. Но где же еще зефирочки могут быть? Это тоже вопрос, конечно же. Где-то здесь, где-то здесь, где-то они здесь заныканы. Будем сейчас все искать, все исследовать. Так, возможно, здесь как раз таки разработчики не даром, не даром, не даром, ребятушки сделали. Потому что здесь у нас прячется одна из десяти зефирок. Вот оно, то место, которое я искал. Так, ну что же, мы двигаемся дальше тогда. Да, у нас еще есть, у нас еще есть вагон времени, чтобы посмотреть эту тайную концовку. Давайте сейчас мы будем разбирать вообще, кто такой Мороженчик, что он делает, кто он и как вообще связан сюжет Evil Nun с Мороженчиком. Как мы знаем, злая монахиня Мэдлин – это мать Мороженчика рода и жена вот этого вот Салливан, или как его зовут, да? Джозеф, Джозеф, Джозеф. Жена Джозефа первого Мороженчика. Значит, у нее была дочь. Была дочь у монахини, которую звали, если я не ошибаюсь, Изабель, или как-то так, по-моему, Елизавета, или что-то типа того. Я уже не помню. И эта дочь погибла в пожаре. Погибла в пожаре дочь. Либо же при взрыве школы. Да, вот так вот даже. И потом монахиня начинает сходить с ума, потому что, как мы знаем, монахини не могут иметь детей. Это по закону. Ну, как по закону. Коль монахиня служит уже, то она служит только Богу, больше никому, и ни с кем замуж выходить не может. Соответственно, ребенка тоже иметь не может. Но потом она, значит, с помощью ритуалов пыталась возродить свою дочку, вселить в нее, значит, дух, дух дочки, какого-то ребенка. Но ничего не получалось. И в итоге потом она вызвала Назрата, демона, который сказал, я могу тебе помочь, могу сделать так, чтобы ты забеременела, но ты должна сделать одно мое условие. Ты должна мне молиться, прислужать мне. Ну, короче, хитрый такой тип. Значит, мы две уже из десяти заферок нашли. Она говорит, я буду делать все, что захочешь. Он говорит, что если ты вдруг не сдержишь свое слово, ты будешь злой и будешь сама не в себе. Так, что-то у меня лагнуло. Нет, я не могу взять нормально. Ну и в итоге она что-то нарушила слово, она ушла из школы, что-то не так сделала. Ну и в итоге, соответственно, Назрат в нее вселился. Мороженщик же, он раньше был худым, красавчиком, молодец. Его воспитывал отец подальше от матери, потому что, значит, нельзя. Она там занималась какими-то темными делами. Отец не хотел, чтобы Рода в это все она впихивала. Ну и, в принципе, растил его отец. И Род хотел тоже стать мороженщиком. Тайный рецепт, остальные эти дела. Так, заферочку мы берем 3 из 10. Так, 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 так. Ледяной куб нам не нужен. Ну и, в принципе, потом, значит, погиб этот наш любимый. А, мороженщик погиб. И, значит, у папы мороженщика был какой-то свой дневник, где он записывал рецепты. Как раз-таки о этих рецептах был тайный ингредиент, который может сделать солнце жизни, либо же луну смерти. Ну и, конечно же, наш мороженщик выбрал второй вариант. Второй вариант. Так, ну вот такая вот история. Возможно, вы уже слышали, возможно, вы уже играли, разбирали эти все части. И какое-то вообще воспоминание должно с этим быть связано. С этим связано быть. Так, все. Мы это обговорили с вами. Мы это все обсудили. Теперь нам нужно двигаться дальше. Где у нас еще могут быть заферочки? Вроде бы мы все уже здесь осмотрели. Вот здесь именно. На втором этаже, может, нужно. Или уже в следующую локацию двигаемся. Я думаю, что уже потихоньку нужно двигаться в следующую локацию. Вы, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, писать топовые комментарии. Мне это очень приятно, вам не сложно. Ладно, двигаемся в следующую локацию. Если вдруг мы еще какие-то там зефирочки не найдем, то потом уже как-то получится. Так, Джей, это мы проматываем. Чудесно, прекрасно. Так, сюда. Смотрим дальше, где еще должны быть зефирочки. Зефирочки, зефирочки. Где-то они вот здесь. Одна из них вот здесь вот прячется. Уже мы нашли 5 из 10. Вообще чудесно. Вообще чудесненько. Так, ты можешь подсунуться, дорогой мой друг. Дорогой дружище. Так, 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 так. Потом сюда. Здесь еще должна быть одна штучечка. Вот здесь раз. Это уже 6 из 10. И сейчас будет 7 из 10. И еще нам придется найти еще несколько. Еще несколько. Ручку мы с собой берем на всех пожарный. Правильно? Правильно. Так. 7 из 10. Чудненько. Чудесно. Мороженчик уже там что-то орудует. Чинит свой фургон. Видимо, фургон как-то поломался, кстати. Мы же уже не путешествуем из локации на локацию. Так, успел. Прям на тоненького. Так. 8 из 10. Вау. Вообще чудесно. Чудесно. Так. Нам же еще нужно еще несколько. Сейчас будет 9 из 10. И еще мы одну где-то должны найти. Но вот я не знаю где. Где-то мы ее упустили, наверное. Где-то мы еще одну упустили. Но ничего страшного. Найдем сейчас. Так. Где-то точно найдем. Точно найдем. Точно. 100%. Смотрите. Здесь одна должна быть где-то вот за этими штуками. Так. А другая должна быть прямо. Видно. Видно ее должно быть. Так. Ух ты. Ух ты. А ну подвиньте. Посунься. Так. Здесь у нас. Пусто. 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 Здесь нужно ручку вставить. И краски здесь у нас будет одна из зефирочек. Да? Нет. Где? 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 Я не вижу. Что-то пока что никаких зефирок. Хороших. Нормальных. Я не вижу. Сюда можно попасть. Сюда попасть нельзя. Эээ. А как тогда? Где зефирки? Меня что обманули получается? Где-то должны здесь быть еще зефирочки. Еще зефирочки должны быть. Здесь. Нет. Тогда здесь точно. Вот. Есть одна. Это уже 9 из 10. И какая-то последняя должна быть за этой штукой. Такой деревянной. Как это называется правильно? С этими деревянными штуками. Вот. Где-то вот здесь должна была быть. Но я ее что-то не вижу. Может на улице просто где-то валяется. Давайте походим. Побродим. Может где-то здесь. Может где-то на улице. Нет. Не видно. Не слышно. Так. А здесь же мы уже были. Почему здесь нельзя через окно перелезть? Так. Сюда мы можем проникнуть. Нет. Сюда мы проникнуть можем. Но что мы от этого получим? Погоди. Погоди. Может зефирка где-то прячется. Нет. Где зефирка? Ааа. Потому что я зефирку почему-то не вижу. Здесь же она должна быть. Возле этих штучек. Возле этих штучек не вижу. Так. 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 А где же? А где же тогда? Меня что обманули? Мы пока что ищем зефирку. Вы можете подписаться на канал. Так. Может наверху где-то. Давайте попробуем наверх подняться. Уже сверху это все посмотреть. Может мы где-то реально что-то упустили. Так. Ну вот там вот я вижу эти деревянные штуки. Здесь. Нет. Может там нужно как-то приземлиться? Нет. 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 Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Так. А если я попробую на дверь спрыгнуть? Ай. Не получилось. Ладно. Нет зефирки. Нет зефирки. Эх. 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 Ну ладно. Тогда мы значит будем двигаться дальше. Здесь точно ее нету. Где-то возле деревянных вот таких вот штук. Должна быть последняя. Но я тут уже все облазил. Скажите. Правильно. Все я уже облазил. Ничего такого сверхъестественного не нашел. Да. Ничего нету. Ладно. Тогда еще последняя где-то нам предстоит ее найти. Может здесь? Погоди-ка. Под этими штуками. Нет. Вроде как нету тут ничего. Ладно. Двигаемся тогда в трубу. И нам еще остается последняя зефирочка. Последняя при последняя. Самая такая. Интересная. Где-то она должна быть здесь. Так. Ну где-то должна же быть. Где-то должна же быть. Зефирка. Зефирочка. Ну где же ты? Давайте мы также вот это вот еще воспоминание возможно активируем. Или не надо. Сейчас активируем. Только соберем все зефирочки. Тогда уже можно. Ладно. Это я промотаю. Пока что нам это не нужно. Нам нужна зефирка. Которая возможно здесь будет. Так. Спрыгнули. Смотрим. Смотрим. Где-то здесь. Последняя должна быть. Нет. Так. Это какой-то мяч испорченный. Да. Испорченный мяч. Его нужно выкинуть в костер. Сгорел наверное. Не знаю. А что если я взорву этого робота? Ух ты. Что же будет? Что же будет? Ай-яй. Оу. Уничтожил. Печаль. Поль печаль огорченье. Ничего страшного. Посидишь. И проснешься. Либо же уже никогда не проснешься. Вот она. Последняя зефирка. Под этими деревянными штуками была. Все. Поздравляю. Вы съели все зефирки. Теперь можете увидеть полную историю. Изображенную на картине. Вау. Новую историю. Так. Что же мы там видели? Мороженчик лежал. Пел песенку про свою любимую школу. Моя любимая школа. Моя любимая школа. Мой любимый Вашингтон. И он начинает вдумываться про свою историю. Кто он такой? Почему он? Что вообще? Давайте же будем смотреть для начала вот эту вот концовку. Апрель 1953 года. Вот она история. Мороженчик кушает. Так. А вот и еда. Прямо в рот летит. Нет, мини-рот. Ты должен открыть рот и сказать... А-а-а. Папа. Папа, смотри. Я уже почти все съел. Очень хорошо, сынок. Так ты станешь большим и сильным. Да-да, большим и сильным, как ты, папа. Да-да. Не-не-не. Если будешь хорошо работать и заведешь много друзей, я тоже стану знаменитым мороженчиком. Таким же гением, как мой папа. Рецепт счастья доступен каждому. Это правда, папа? Да, сынок, это правда. Но это не значит, что можно трудиться спустя рукава. Когда мне уже будет можно съесть одно из тех мороженых? Я уже пробовал как следует. Нет, Рот, тебе нельзя есть. Это особое мороженое. Лучше давай скорее одевайся и бегом в школу. Так, вот такой вот у него отец. Завтра повидимся еще подольше, надеюсь. Худой такой вообще, стройный, красивый. А мороженчик тоже весь в отца. Ну и в мать, прям похожее лицо, да. Закрыто на замок. Мороженое. И судя по всему, наш... Вот это, кстати, вот это вот то, что на замок. Мороженчик скушал, потому что было любопытно, и стал толстым пухляшом. И стал толстым пухляшом, которого все возненавидели в школе. Вот такая вот печальная история. Такая вот печальная, припечальная история. Ладно, мы теперь двигаемся сюда. Либо же куда? Да, 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 да. И теперь нам нужно двигаться к Чарли. И мы тогда активируем тайную концовку. Наконец-таки все зефирочки мы 10 съели, скушкали, ням-ням-ням. Я люблю зефирки, но я люблю маршмеллоу, которая продается в магазине. Есть маршмеллоу, а есть другое такое какое-то. Другое, но вообще зефир вкусненький. Вкусненько, вкусненько. Кто любит зефирчик, ставьте лайк. Вот, подписка, лайк, колокольчик. Это все очень важно. Нам нужно подняться наверх по лестнице. Двигаемся сюда, двигаемся сюда. Так, мы опять же пришли туда, куда мы приходили раньше. Но нам нужно наверх. Поднимаемся сюда. И нам нужно активировать на картине. Картина, картина. Воспоминания мороженчика. Давайте же активируем. Раз, два, три. Воспоминания. В нашей средней школе Иглс. Мудрые учителя. Школа, я тебя люблю. Вашингтон, мой дом родной. Наш зеленый шумный лес. И серебряный ручей. Да. Пока что все по-обычному. Пока что вот он мечтает, отдыхает. Вообще капец круто. Чем мы займемся сегодня в классе? Я хочу изучить растения и животных. Монахи в моей школе могут научить меня многому. Почему взрослые такие серьезные? Ох. Когда я вырасту, я тоже буду лысыми толстым. Ох. Фу. Я добьюсь чего-то важного в жизни. Надеюсь. Иногда я стараюсь вспомнить, какой была моя мама. Но ничего не помню. И вот на этом уже заканчивалось воспоминание. Что же сейчас будет? Закрывает. Закрывает. Мама. Кто же ты? Где же ты? Он не знал свою мать. Почему я не помню? Почему никто ничего не знает? Это так странно. Он рос без матери. Это очень-очень-очень печально. Спой мне колыбельную. Стране сновидений. Мы всегда будем вместе. Я всегда буду. Бам! И все. И она погибла. Ай-яй-яй-яй-яй. Дочь монахини. Рожает. Рожает ребенка. Это нарисовано красиво. Но если бы это было еще плюс... Это мальчик. Мальчик. Если бы это все было еще плюс сделано 3D, это было бы намного круче. Она возненавидела мальчика. Она хотела дочь. Она хотела дочь, которая у нее была. Ай-яй-яй-яй. И вот этот ключ от мороженого. И он пойдет съесть это мороженое. И станет пухляшом. Офигеть. Но это много чего объясняет. Она возненавидела своего ребенка, потому что он был мальчиком, а не девочкой, как она хотела. Это капец. Это просто жесть. Мозги у меня кипят. Это вообще... Это невиданно. Просто невероятно. Вот такая вот история. Бедного мальчика рода. Как-то его и жалко становится. Это все монахиня злая. Просто жесть. И она отдала своего ребенка. Не хотела его видеть. Бросила его. Он обижался на нее всю жизнь. Ух ты. Все, улетел. Улетел. Обижался всю жизнь. И она потом к нему вернулась в конце третьей части. Это капец. Конечно, ну что поделаешь. На этом все, ребят. Вот такая вот была история мороженечка. История рождения мороженечка. На этом все. С вами был Кетмут Розы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите топовые комментарии. Всем удачи. Всем пока-пока.